Субтитры сделал DimaTorzok 90 рублей вчера превысил Евро впервые за 4 года Впервые за 4 года вышел за 90 Доллар не знаю сколько Там по-моему он не так сильно растет Что еще хотел сказать Белоруссия потратила 16% резервов своих уже Поэтому собственно говоря Нам ее поддерживать и поддерживать В ближайшее время Что еще хотел сказать по поводу Марии Колесниковой Я несколько нашел Телеграм-каналов, фотосвидетельств Которая исчезла вчера Она была задержана в центре Минска В районе 11 утра Подъехал какой-то автомобиль С надписью связи Вышел народ Они же все в масках ходят Как только с них маску в случае какой-то буча срывает Эти люди начинают прятать лицо и сбегают Это абсолютные тетушки Это абсолютная совершенно история Которую мы наблюдали в Венесуэле Куда были завезены куча совершенно Я не помню у них есть отдельное название Ну короче вооруженных людей из Кубы Вот Которые позволяют удерживать ситуацию Они собственно говоря Также тырят Стреляют на улицах Тырят людей Их судьба дальнейшая неизвестна И так далее Страх и холд Очень много свидетельств В том числе и фотосвидетельств Уже в разных телеграм-каналах Появляется О том, что Машины с российскими номерами И по всей видимости В них В качестве гуманитарной помощи Отправлены Специально Специальные какие-то люди наши Я уверен, что в ближайшее время Начнем получать свидетельства Как только их лица станут известны Сейчас по соцсетям Можно пробивать народ Мне кажется, что В общем На 99% Мы там уже присутствуем Вот в таком пока виде Потому что, конечно Прямая вооруженная поддержка Или милицейская поддержка Полицейская, точнее, поддержка Конечно вызовет отторжение у белорусов А так вроде бы нас как бы там нет Как везде Но на самом деле Мы там есть, естественно И уши торчат из всех мест Уже очень много свидетелей Да, я хочу напомнить Заклеенные номера на автомобилях Специально Подъезжают Воруют людей там И дальше судьба их может быть неизвестна Я хочу напомнить Что вчера буквально Мы с вами утром Обсуждали о том Что пропала Также член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова Которая, как впоследствии выяснилось Обнаружилась на территории Польши Ага Но это она сама уехала Да, конечно Да, 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 да Она сразу сказала, что ее вывезли Как ее вывезли? В багажнике? А белорусские власти сказали, что нет Ее довезли до пункта И сказали чешите Ну, может быть и так Да, а белорусские власти прокомментировали это следующим образом У человека здоровье плохое Надо было поправить Вот мы и помогли Понятно Ну, это уже такая скрытая гражданская война идет Вы понимаете Такая заувалированная форма Теперь весь вопрос Выльется это все в кровь или нет Лукашенко, очевидно, ничего сдавать не собирается Ну, страшная ситуация Слушай, я хочу Что вы думаете по этому поводу? Может быть я ошибаюсь, ребят Может быть я ошибаюсь Я не знаю Все-таки я, как и вы Строим свои доводы Вот на основании публичной информации И кое-каких Там друзей Которые проживают в Беларуси Я хочу Нашим слушателям Обещала, что мы Затронем На пару минут И тему Вот из прошлого часа Это если ты Вчера не видел РБК Публиковали большой опрос На тему Уроков сексуального воспитания Мы сейчас к ним вернемся Телефонный звоночек возьмем Для старта Просто здесь такие сообщения приходят Я пометил себе эту историю И еще одну любопытную В продолжении Штучку из Соединенных Штатов Доброе утро Доброе утро, здравствуйте Здравствуйте Да, вы в эфире Прошу представьтесь, откуда вы Владимир Владимирович Новосибир Очень приятно Здравствуйте А я вот ведущий Хочу подсказать Как избавиться от мучения Которые у меня есть По поводу общения с людьми Которые говорят Что Навальный какой-то не такой Ой, вы знаете Я даже не то чтобы мучаюсь Мне просто всегда очень интересно Понять чужую точку зрения Ну давайте, конечно Меня это тоже как-то насторажило Я не понимал Сейчас я все понимаю Для меня сейчас Вот эта тема Это она является признаком Умный человек или не умный То есть Правда я с удивлением Иногда это слышу Вроде от умных молодых людей Но Как только я слышу о том Что да вот опять деньги Я задаю первый вопрос А что где-то доказано Где-то есть информация Что прям агент И прям деньги получил А второй вопрос А сам-то ты читал Хоть одно расследование И в 99% случаев Слышишь, что нет Не читал Смущаясь Отвечает этот абонент Я говорю Слушай, Несси Ты не читал Что ты вот сидишь и вякаешь Что он какой-то не такой Ну ты почитай для начала Ознакомься Потом уже говори Поэтому Не надо сильно озадачивать Спасибо Спасибо Я не понял О чем идет речь До конца Мы в прошлом часе Обсуждали Потому что нам сегодня Опять начали писать О том, что Деятельность Алексея Навального Очень вредная И он Полярный очень То от марионетки Кремля До Как водится Марионетки Госдепартамента И мы как раз Со слушателями Пытались понять В чем Вред Деятельности Фонда борьбы с коррупцией То есть вот конкретно Для тебя Как для гражданина Которому рассказывают О том Кто ворует Из твоего кармана На что тратит Разворованное Из твоего кармана И как он этим самым Вредит государству Каким образом Тебе Как гражданину Я могу объяснить Я могу объяснить Вред Потому что Ведь с расследованием Навального Все очевидно Вообще Зачем обсуждать Эти расследования В категориях Вредно или полезно Навального Все делается Из-за открытых источников Большому счету Каждое расследование Это повод Для целой цепочки Серьезнейших уголовных дел Либо Для дела клевете Если выяснится Что факты подтасованы И так далее У него бывали ошибки Небольшие Бывали И он их признавал Он признавал Но они не меняли Сути дела Не миллиард А пятьсот миллионов Там условно Не три квартиры А две Да Но это всегда признавалось Понимаете Это нюансы Я не рассматриваю Это Я рассматриваю Его расследование С точки зрения Абсолютно Деградировавшей Неработающей Правоохранительной И следственной системы Всей нашей системы Вот и все Каждый Все молча Пожалуйста Там все уже сделано За следствие По большому счету Со всеми проводками Банковскими счетами Тем Я не знаю Можно делать разные Вредные или полезные Не знаю Это повод Для самоочищения системы За что Алексею спасибо Я могу к нему не очень хорошо И он мне может не нравится Как политик Потому что это такое Как бы эмоциональное ощущение Твое право Может он мне кажется Слишком автократичным Таким сяким Что касается того Чем он занимается Какие тут вопросы Ты знаешь Ну пришел один Очень хороший комментарий А по поводу того Что вредно Извини Мне интересно Сейчас вы совпадете Вредно Потому что Каждый раз Когда ты споришь С людьми Которые начинают Рассказывать Какую-то мутату Про то что он Агент Сапада Или агент Кремля Вот эта ерунда Сразу переводит Из рационального разговора В эмоциональную Никем не доказанную Повестку Вот эти теории заговора Строятся такие Или сякие Вредно Потому что люди 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 Понимают Внутри все Внутри Они все Человеку сложнее всего Признаться в этой жизни Что он ошибался Или что он Что-то не делает В своей жизни А проще сказать А это все Американский агент Проклятый И так далее Вместо того Чтобы пойти И проявить Какую-то гражданскую активность И потребовать Там не знаю Правоохранителей Рассмотреть Вот по факту Иначе ты признаешься Фактически И шагом На котором едет И в таком состоянии Находится большая часть Большая часть страны По большому счету В этом полезно Он подогревает Тем самым Сам того не желая Градус Напряжения И негатива В обществе Вот смотри Что написал наш слушатель Что вредность Алексея Навального В том Что он рассказывает Как богатые богатеют А те небогатые люди Которые это смотрят Начинают злиться И в перспективе Могут устроить В России революцию Которая разрушит страну И вот тут-то Ее захватит Именно так Именно так Ну ребят Это Ведь он макает Логика извращенная Но тем не менее Это впервые Вот дано было Объяснение Нашими слушателями И спасибо за это Именно так Я полностью согласен Он макает людей В то Что надо отвечать За свою жизнь Самому И за качество Функционирования Государства Мы находимся На таком этапе У нас нет там 250-летней истории Когда далекие Наши предки Значит за нас Сделали всю эту Грязную работу На протяжении Мы находимся Вот в процессе Сейчас трансформации Это очень важно И тогда может быть Наши внуки Даже не наши дети Будут Смогут жить В приличном государстве Если она к тому моменту Вообще сохранится Вот Я здесь полностью согласен Окей Мы про уроки Сексуального воспитания Поговорим Так давай Смотри Вот из того Что пишут наши слушатели Работала в школе Учительницей биологии Однажды школьники Спросили у меня Правда ли презервативы Это вредно Конечно У меня от ужаса Волосы на голове Зачевелились Тем временем В стране эпидемия ВИЧ Каждый день 250 человек заражается И 100 умирают Ребят еще раз Это опрос Опубликованный коллегами Из РБК Из которого становится понятно Что большинство россиян Это почти 75% Опрошенных Поддерживают идею Вести в школах Уроки сексуального просвещения Я очень давно Я вообще Хотел бы обратиться К молодой части Нашей аудитории Очень опытный Я ребят Мамск Презерватив Секс В принципе Это вредно Знаете Удовольствие На копейку На две минуты Ну ладно Хорошо На пять Вы понимаете А геморрой Потом может быть На всю жизнь Малыш Ты сильно постарел Хочу тебе сказать Я просто сильно Помудрел Горде Так тебе могу сказать Вот честное слово Я не уверена Что это мудрый Честное слово Ребята Это все приводит К колоссальным расходам Периодически Как вот я теперь Сам знаю В 42 года Приводит К появлению детишек Что в общем хорошо Но это тоже Большие расходы И ответственность На всю жизнь Полюбаться Так что ребята Есть так масса Замечательных вещей Спорт Йога Компьютерные игры Интересные книги Вы понимаете Это то что всегда Можно обсудить Винишко хорошее С вкусной едой Ну вот еда У нас только круче Чем секс Гордеева Нет Съешь пирожок Я уже съел Съешь еще один пирожок Хорошо что ты мне говоришь Иди займись сексом Вот ты можешь мне так сказать Сейчас во время Не можешь А съешь пирожок Можешь Я пошел Вот и съел Сейчас кусочек Получил удовольствие Прямо на ходу Зачем я буду тебя Так мучить Вот этим вот Иди займись сексом Если тебе это так Не нравится Ты как Наша это Член комиссии По поддержке Семьи материнства И детства Елена Жгутова Она прокомментировала это Она не член Она мозг Она в общественной палате сидит Да Странно было бы предполагать Что человек Которого не обучали в школе Основам секса Не сможет иметь потомство У нас есть опыт Нескольких тысячелетий Думаю что природа подскажет Родителям Не обязательно говорить Что-то напрямую Если они смеются Над похабным анекдотом Или сами по шлятину демонстрируют Это развращает ребенка Если отворачиваются Делают замечания Или выражением лица Характеризуют то Что видят на экране У ребенка создается Правильное впечатление Что такое целомудрие Говорит Забудьте про уроки Это хороший вопрос Забудьте про уроки Сексуального воспитания Причем этим развратом По ее мнению Не стоит заниматься Ни в школе Ни родителям А вот этой барышне Я бы прописал бы секс Фу Вот это сейчас было Вот я прописаю Я как доктор Вот это вот сейчас было Видимо я стал проф Я был до этого доцентом А сейчас я становлюсь профессором Помните как Разница Три стадии возраста Помните Когда Студент Доцент И профессор Оказываются На маленьком Необитаемом острове Ну Ну Вдруг Видят Через пролив На соседнем Необитаемом острове Куча красивых Голых девчонок И Значит Студент Подделать нечего Бросается В плавь Значит Стремительно Поглощая Расстояние Доцент Быстро Начинает Рубить Плод Из подручных Материалов Профессор Ребята Куда вы Отсюда И так Неплохо Видно Слушай Но при этом Смотри Разные мнения Вот Сергей Из Москвы Нам пишет Сыну 13 лет Каждое утро По пути в школу Слушаем ваш эфир Сегодня Обсудили с ним Тему полового воспитания В школе И он Категорически против Я тоже считаю Что эту тему Нельзя обсуждать В больших кругах Детей Индивидуальное обсуждение Обязательно Но это Обязанность родителей Сереж Смотрите Мнение принято Спасибо Два момента Во-первых Опрошенные Вот эти 75% Считают Что Заниматься этим Должны именно Медики То есть Это врачи Должны Объяснять Вот это самое важное Кто будет преподавать Я не сказала бы Что это самое важное Вот то что говорит Сережа Что это должно быть Очень тетатетно По прежнему Продолжает Табуировать Тему Сексуальности В нашем Обществе Понимаешь Это не должно быть Запретным Плодом Вот в чем дело Поэтому на мой взгляд Уроки сексуального воспитания Или полового Что рассказывать В каком смысле Ну что народный урок Как часто они должны быть Раз в неделю Раз в месяц Три раза в неделю Ох ну родной мой Я же тебе здесь Я тебе здесь Не специалист Разумно Мы же переводим это В условное Введение Минобра Фактически в данном случае Следовательно Вопрос Как часто это должно быть И как должна быть Выстроена программа О чем можно рассказывать О чем надо рассказывать В семье Потом кто сказал Что семейный сексуальный опыт А у нас извини Что не семья То какая-то девиация На самом деле Вообще В целом Отношения между родителями Это подавляющее Большинство пар Куча проблем И таких И сяких К чему они могут научить Своему опыту Я вот тебя умоляю Как родители Мои например Родители Которые Там не знаю Которые выросли Или даже как я Который рос там В 80 90-е годы Но родился В 78-м году А извините меня Я помню Для меня Пределом сексуальной фантазии В конце 80-х В начале 90-х Сколько мне было Лет Там 13-14 Такой пубертат Жесткий Я помню У нас в лагере Спортивный лагерь Каждое лето Три месяца Два с половиной месяца Три смены Кто-то Откуда-то Появились Привезенные За границей Эротические карты Эротические карты И ручки Переворачивающиеся Такие ручки Где жидкость Помните Уходила И девушка То обнажалась То То Одевалась Ну такая Ну Я тебе могу Сказать Что каждому В команде Была выдана По карте Потом эти Засаленные Уже плотно Карты Менялись И во время Обеденных перерывов По очереди Участники команды Удалялись В В палату Кто-то выкраивал Какую-то минутку И значит Там что-то делал Вы понимаете Вот так Господа гусары Только держите себя в руках Ну я просто объясняю Как Это было просто Ну это было открытие Это Это Ну Мы ничего не знали Вообще А сейчас Подростки Господи Редтюб набрал Сиди Смотри Всю жизнь Можешь потратить Хочешь Стриминговые сервисы Хочешь такие Хочешь сякие Уже журналов-то не осталось Послушай Помнишь у нас Как у нас назывался Любой информации Предмет Этика и психология Семейной жизни Да Окей Десятый класс Сколько он там шел Одну четверть Я не помню Вот что-то такое Потому что преподавали Вот это кстати Очень хорошее сравнение Даш Давайте вспомним Ребят Мои ровесники Кто как раз Вот мы попали На Взрослели Уже в постсоветской школе Когда все-таки Какие-то современные Прогрессивные уроки Пытались вводить Этика и психология Семейной жизни Что мне могла Рассказать Семидесятилетняя Учительница физики Квадратного Рассказания Мой классный руководитель Замечательная женщина Про этику Семейной жизни Тебе не повезло У нас реально В школу пригласили Это у кого Насколько прогрессивная школа Врача Молодой девушкой Во-во-во А у нас этот урок Упал на классного руководителя Вы понимаете И это выглядело абсурдно Потому что Извините меня В 16 лет Мы уже про секс знали Больше чем она Ребят Срочные новости Члены координационного Совета оппозиции Мария Колесникова Антон Родненков И Ивана Кравцова В ночь на 8 сентября Они пересекли Границу Беларуси С Украиной Пишет об этом ТАСС Со ссылкой на Пограничный комитет Республики И вот дальше Начинается какая-то Непонятная фигня Потому что По информации Государственного агента Белта Оппозиционеры Сами пытались Незаконно Покинуть территорию Беларуси Колесникову задержали А Родненкова и Кравцов Родненков и Кравцов Сейчас уже находятся На территории Украины При этом В телеграм-канале Белты Опубликовано Видео На котором Иван Кравцов Заявляет Что принял решение Покинуть территорию Беларуси Однако По данным Интерфакса Белорусские спецслужбы Сами доставили Колесникова Родненкова И Кравцова На границу С Украиной И следственного Изолятора При этом Желтые сливы Это телеграм-канал Провластный И анонимный Утверждает Что члены Координационного Совета Пытались Якобы Прорваться Через границу На автомобиле Чуть не сбили При этом По утверждению Желтых сливов Пограничника После чего Колесникову Выбросили Из машины Еще раз Это провластный Анонимный Телеграм-канал Правда В другом Телеграм-канале ATN News Тоже провластному Публиковали Видео Якобы Этого прорыва На записи Неопознанный Автомобиль Спокойно Проезжает Через пропускной Пункт В общем Непонятно Ничего Новость Пришла Срочная Пока Больше Нет Никаких Конкретных Данных Мы безусловно Кроме того Что они на Украине Все Или Колесникова Все-таки В Беларуси Двое В Украине Колесникова Задержаны Какое-то Разводилово Надо сейчас Подумать Какое-то Хитрое Идет Информационное Разводилово Вокруг Нее Сделать Что Сделал Подстава В чем Что они Бежали Что они Бежали Разыгрывать Карту Как у нас Любят На Центральных Каналах В дешевых Теориях Заговора Что они Сами Себя Срежиссировали Сами Своё Похищение Сами Выбросились Из машины На границу Украины Чтобы Подставить Святого Александра Лукашенко Самого Гуманного Человека Да-да-да Что Человеку Не дает Уйти С поста Президента Вот Что ты Так За него Держишься Сволочь Доброе утро Давай послаю На разные темы 731 Нашлифон Студии Здрасте В Москве Доброе утро Доброе утро Прошу Представьтесь Откуда Максим Очень приятно Значит По поводу Полового Воспитания Так Значит Я Ну Тридцатка Мне уже Стукнуло Но Учился Я в школе Прогрессивной Которая Нулевые Была Впереди Планеты Все Так И у нас Было Половое Воспитание Но оно Было Такое Корявое Значит Во втором Классе Нам показали Мультик Так Чем мальчики Отличаются От девочек Вот Да Где-то В пятом Шестом Классе Нас Пригласили Собрали Все пятые Шестые Классы И Рассказал Доктор Ну Про Половое Созревание Секунду Второй Класс Мультик Про Различие Мальчиков Девочек Девочек Ознакомиться Бедушка Рассказать Потому что Половая Жизнь В России Начинается В среднем В 14-15 Вот смотри Прекрасное сообщение Написала наша Слушательница Ребят В 10-м Классе Уже поздно Медицинские Аспекты Надо рассказывать На мой взгляд В 3-м Тире В 5-м Классе Но медицинский Как на уроках Анатомии А вот в 10-м В 11-м Классах Я бы приглашала В школу Психолога Который бы Работал с детьми Объясняя им Например Почему Не надо иметь Сексуальные отношения С людьми Которые Старше Человека По возрасту Почему важно Не становиться Жертвой В отношениях И так далее И тому подобное Как не заразиться Венерической болезнью О том что Предложить презерватив Не стыдно Во время полового акта И тому подобные вещи И этого психолога Я бы еще оставила Работать в школе По-моему Это прекрасно Но это как вариант Ребят Давайте я сделаю Отдельную историю Я подготовлюсь Много интересного У скандинавов есть С самым прогрессивным Школьным образованием Который там уже От оценок Отказываются У них свой подход К вот объяснению И разъяснению Вот этой деликатной темы Я несколько статей читал Любопытных по этому поводу Просто вот Соберу всю информацию Вам расскажу В ближайшее время Будет интересно Я уверен А знаешь что Я еще хотел сказать А вообще К вопросу о презервативах Это даже не Ну это самое малое Что должно Это самое простое Что можно объяснить Откровенно говорить Конечно история Куда глубже И серьезнее У меня вот вопрос Какой А может быть Знаете Есть такое популярное Вот в Америке Приглашают Ну родители школьников Приходят Там папа пожарный Он приходит В каких-то средних Классах И рассказывает о том Как круто быть пожарным Там как Очень хорошие Приглашает школьников К себе На В часть Например Приходят Полицейские Фермеры Кто угодно Кто угодно Это такой вот Урок наставничества Очень интересная Менение практика Может быть должен приходить Какой-нибудь Отец практик Например Сегодня приходит Отец практик И вдруг ты видишь Что в классе На этом уроке Сидят не только школьники Но и одинокие мамы Господи И слушает Внимательно Слушает отца Набутов Я бы мог ходить Я-то села Настроилась Что ты сейчас Что-то серьезное Скажешь Ребят Мы продолжим Через пару минут С приветом Набутов Еще раз Доброе утро Виктор Набутов Дарья Гордеева Друзья Я напоминаю Что в 9 утра К нам присоединится Независимый политолог Дмитрий Борисович Орешкин Что касается Возможного задержания Прости Марии Колесниковой Значит Ориентируемся Тут на Белорусские СМИ Вот значит Белта Сообщила Телеканал Беларусь 1 Сообщили о том Что Антон Родненков И Иван Кравцов Это тоже члены Координационного совета На территории Украины Уже А Колесникова Вроде как Задержали Однако Портал Тутбай Со ссылкой На официального Представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского Пишет о том Что все трое Уже на территории Украины То есть И Мария Колесникова Тоже Друзья Все За всеми последними Новостями следим И рассказываем Вам об этом Да конечно Удивительно Согласитесь Как вот эта Цифровая Информационная Новая Жизнь наша С миллионом Источников Разной информации Которая на нас Обрушивается Насколько она Меняет наше Восприятие Разных процессов Такое ощущение Что мы смотрим Просто какой-то Детектив И у каждого По поводу Происходящего Есть еще свое мнение В зависимости От своих представлений Так сказать Об окружающей Действительности У Дмитрия Борисовича Орешкина Уже пришел Мы с ним встретились В курилке Он высказал Несколько довольно Интересных мыслей По поводу Ситуации В Белоруссии И в том числе И с Колесниковой Очень любопытный Я склонен Наверное С ними согласиться Хотя наверняка Не знает никто Сейчас он буквально Через 20 минут Появится в нашей студии Поэтому обязательно Дождитесь Послушайте Мы с этого и начнем Я буквально Два слова Хотел сказать Перед тем Как мы вернемся К сексуальному воспитанию Потому что Потому что это Какая-то светлая Хорошая тема В нашем эфире Кому как А вот нам тут пишут Что неплохо бы Еще и вечернюю школу Для взрослых По половому воспитанию А как вот Двойка Да-да-да Двойка по сексуальному воспитанию Как это Неут Это что значит Сексуально не воспитан что ли Так таких девушки любят Ну я за пацанов говорю сейчас Да-да-да Вот нам только тут пишут Что да-да-да Введите Введите уроки Полового воспитания Введение Так и будет называться Первая глава И Елена Василова Ваша останется без работы Если все проблемы Начнут решаться Еще в подростковом возрасте Поверьте мне Глядя на то Что происходит Так сказать Вокруг меня И со мной Даже иногда И с кучей моих знакомых Разного уровня Разного достатка И так далее Я могу вам сказать Что психолог В разном виде В том числе От гештальтерапевтов До классической психологии И психиатрия Иногда Это вообще главная профессия 21 века То есть воспитывай Не воспитывай А жизнь Просто в такой психопатии Находится безостановочная Из-за всего на свете Из-за стремительного Этого мира И пандемии И всего остального Что эти люди Точно без работы Не останутся Никаким образом Леночка большой привет Мы тебя очень любим Я хотел два слова сказать Что по всей видимости Начинается вторая волна У нас коронавируса О чем свидетельствует У нас растут цифры И по России И по Москве И количество умерших И так далее Значит во-первых По ковиду Я хочу сказать Что друзья Те кто Сейчас собирается Уезжать за границу Или если вы нас слушаете Через приложение И в ближайшие дни вернетесь В России Выписали первый штраф За отсутствие теста на ковид После возвращения Из-за границы 15 тысяч рублей Причем отмечают СМИ Что это минимальная планка То есть штрафы Могут быть и выше Вернулись из-за границы В течении трех дней Обязаны сделать тест на ковид И предоставить его результаты По-моему На госуслугах Там целый раз Да-да-да Вполне возможно При этом Очень любопытная Была информация О том Что срок испытания Российской вакцины Полного испытания Российской вакцины От ковида Сократили на полтора года С Сахановскими темпами Работаем Разработчик Научный центр имени Гамалея Скорректировал протокол Третьей фазы клинических исследований Длительность существенно сокращена А качество препарата Оценят по количеству заболевших На измененный протокол Опубликованный в разделе Клинических исследований Национальной медицинской библиотеки США Фонтанко обратил внимание 7 сентября Это питерское Такое замечательное Совершенно интернет-издание Гамалея сократил срок исследований На полтора года Как следует Из обновленного протокола Завершение третьей фазы Перенесли с декабря 22-го На всякий случай На 1 мая 21-го Не походили Без особого объяснения Я хочу тебе сказать Что в гражданский оборот Первая партия нашей вакцины Должна поступить Точнее ее уже вроде как выпустили И обещают Что в ближайшие дни Она уже отправится в регионы При этом При этом Уже утверждается Что все необходимые испытания По качеству Она прошла В лабораторных условиях Все Ну подожди Должна быть большая выборка В несколько Не должна Я вообще перестал понимать Что-либо О том что происходит вокруг Возьми звоночек А я пока вам расскажу Хорошую новость Коротенькую Она про медицину Но не про коронавирус В данном случае Про другую большую проблему 21-го века Про резистентность антибиотиков Да Многие говорят о том Что все уже новые антибиотики Появились Супервирусы Супербактерии Точнее Которые Значит Не берет Ни одна зараза И это правда Так вот Грамм положительные Грамм отрицательные Бактерии Во-первых Есть два разных вида Да Чтоб вы понимали Которые отличаются Разной структурой Оболочки клетки Вот существуют И я насколько понял Грамм отрицательные Их практически Антибиотик не берет Так вот Новый препарат Который разработали Специалисты В Великобритании Способен Проникать Сквозь стенки Обоих типов Бактерий А затем Вступать В соединение С их ДНК Открытие ученых Позволит В самое ближайшее время Разработать Новые терапевтические Средства От всех видов Резистентных Патогенов Включая Метицилин Резистентный Золотистый Стефилококк И кишечную Палочку Кроме того Он обладает Люминесцентными Свойствами Это значит Что врачи Еще и смогут Следить за приемом Препарата И его действием На бактерии С помощью Передовых Технологий Микроскопии И вообще Вы знаете Каждое утро Открываю Научные Специальные Там интересные Ресурсы И просто вижу Как много Фантастических вещей Ежедневно Появляются в мире Поэтому он Не женат Извини Самое главное Сделано Бак посев Осуществлен Все хорошо Работаем Так Пишет нам Собираемся в отпуск С детьми Детям по прилету Тоже бежать Делать тест ПЦР Результаты их тестов Себе загружать В госуслуги Нет никакой информации Я думаю Что Вам надо Обратиться В Я не знаю Что у нас ФМС Кто у нас Занимается Людьми Которые уезжают За границу Вот скорее всего У них должны быть КГБ ФСБ ФСБ Не ФМС ФСБ Это примерно одно и то же Но вообще конечно Пишите в Минздрав Это уж чтобы наверняка Семьсот тридцать сто и один Пообщаемся Да Доброе утро Доброе утро Доброе утро Привет Да Знаете Если мне возражаете Если можно Выключите приемник В машине И на трубку переключитесь Фонит Алло А нифига Ой ужасно квакает А да А вот так О вот так хорошо Так нормально Да Здорово Спасибо А вот если не возражаете Я бы хотела вернуться Все таки к теме Полового воспитания Давайте Я тоже считаю Что оно обязательно Нужно в школе Потому что у меня Виктор Вот как у вас Этику и психологию Семейной жизни Вела классный руководитель Преподаватель географии Семидесяти лет Вот Поэтому про этику Наверное Да По психологию Да И помню один урок У нас привели отдельно Отдельно у мальчиков Отдельно у девочек Не знаю что там С мальчиками разговаривали Но Хотела сказать предложение Вот сейчас все таки Для нынешних детей Основной источник информации Или платформы Это интернет И поэтому Если бы государство Может быть Вложилось бы В очень грамотный Хорошо продуманный Настоящими специалистами В разных отраслях В педагогике В психологии В медицине Какой-то ресурс Да И соответственно Потом рекомендовала бы На уроке На уроке детям Правильные заходы Потому что Да Вот есть Арзамас Есть научпок Они же там Интересно рассказывают Я думаю что Они могли бы И в этой теме Сделать что-то такое Что детям было бы Ну скажем Комфортнее Индивидуальнее И привычнее Вот для их формы А уроки В целом Честно говоря Не знаю Я согласна С одним из ваших Слушателей И с его ребенком Тоже Что Это такая история Которая лучше Индивидуально Табулировать Наверное не стоит Но и на сцену Выносить Наверное не надо Вот как-то так Я с вами Более того В младших классах Это могут быть еще Игровые формы Какие-то Вообще через игру Все лучше воспринимается Как Финляндия Например Да-да-да Я расскажу отдельно Как скандинавы К этому вопросу проходят Потому что вы абсолютно верно Заметили Что здесь Это очень комплексная история Разные специалисты В разном возрасте Разные темы По-разному должны подаваться А вот как раз В семье Отдать это наутку В семье Это самая неудачная идея Мне кажется Абсолютно согласна Потому что есть еще Некоторые И у родителей Некоторые комплексы Есть тоже Они могут не спешить Например И проморгать То время Когда стоит Об этом поговорить Они друг с другом Разговаривать не умеют Родители Что они могут детям сказать Потом сколько Неполных семей Спасибо Спасибо большое за звонок Что даже у меня С моим циничным ботяней С которым мы водку Сели пить там По-серьезному Когда мне было уже за 30 И про какие-то вещи Поговорили О чем должен там Например отец с сыном поговорить И то скорее я ему Рассказывал Чем он мне Это многое объясняет Я к тому что У меня не было Такого разговора Никогда Хотя ну Как мы там В силу профессии Особенности башки Там люди Без каких-либо комплексов Все всякие анекдоты Анекдоты Но серьезного разговора По этому поводу Никогда не было Не у меня с мамой Хотя тоже достаточно Современная девушка И так далее Поэтому семья Категорически нет А Что урок должен быть Обязательно Да Или какая-то Совокупность уроков Я не знаю Как это Разные подходы есть И уж точно Я бы это заменил Знаешь какой самый Бесполезный И устаревший урок В нашей школе Который можно было бы поменять Как раз на подобную историю А ну-ка Как ты думаешь Ура.ру Провел Популярный ресурс Провел большое По этому поводу Большой опрос Как обычных пользователей Так и Учителей Какой урок у нас Самый бесполезный Да Абсолютно Самый ненужный Устаревший ОБЖ Именно Да ладно Именно Хотя Глядя на то Что происходит в мире Мне кажется Что ОБЖ В общем Может снова Опять А что в ОБЖ преподавать ОБЖ Надевать Противогаз И выбегать из школы Например Или я не знаю Там как правильно Надевать респиратор А куда мы ОБЖшников делим Вот этих вот Старых Старых Отставных Несчастных Подполковников Майоров Газы Вот это вот Кричат на уроке Да 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 У меня был точно такой же Я помню Кроме смеха Ничего не вызывало Это бессмысленная история Но Например В рамках ОБЖ Можно же преподавать Не знаю Раздельный сбор мусора Например Это тоже ОБЖ Да Согласна Правильно Интересно Надо будет об этом Поговорить Осовременить Серьезно Осовременить Изменить подход И осознание Этого урока Так вот ОБЖ действительно Самый лишний предмет В том виде В котором его преподают В общеобразовательной школе Значит Эксперты считают Что ОБЖ Можно преподавать В факультативах И в новых форматах Например Приглашать специалистов Из экстренных служб Чтобы они поделились опытом С бесполезностью Этого предмета Согласный Профессор Вышешколы экономики Ирина Абанкина Обучение должно быть Практикоориентированным Эксперты подчеркнули Что школьникам Стоит обратить внимание На химию и биологию Прежде всего Из самых полезных предметов Сейчас Потому что специалисты Из этих сфер Будут востребованы Больше всего В самое ближайшее время На тему сексуального воспитания Слушатели Подтягиваются И возмущенные Пишут Ну конечно Будут приходить люди И рассказывать Что ЛГБТ Это нормально Послушайте Вы знаете Какое количество подросткам Нужна в этих вопросах Помощь В том числе Которые не понимают Как идентифицировать себя Я из другого лагеря Принципиально И даже Иногда честно говоря Так ну аккуратно У меня есть хорошие знакомые Как бы геи Ну геи Мне с ними не спать Мне с ними работать В конце концов Ну а что значит Что вообще Что есть понятие нормы В современном мире Это касается абсолютно всего Это ненормально И это нельзя Вообще об этом говорить В категориях Нормально и ненормально Это есть Можно Не проводить Гей парады Я например Небольшой сторонник Этого дела Там и как то Выпячивать И не знаю И вводить Чрезмерную Политкорректность И квотирование Для представителей Сексуальных ориентаций В Там не знаю В компаниях Например Что бывает На западе Такой перегиб В другую сторону Перегиб в другую сторону Но Но это есть И мне кажется Задача Чтобы люди Которые Ну вот Любят там мужчину Мужчину А женщина 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 Это не так плохо Если они допускают Третьего Ой господи Ну вот эти шуточки ваши Смотреть Это не шуточки Знаешь сколько Красивых девчонок Просто потрясающий Просто секс Из глаз Сочится Ты понимаешь И я уже вот На низком старте Уже вышел На 100 метров С барьерами Ты понимаешь А выясняется Что собака Из нашего лагеря И вот вообще Вот ну никак Просто стена Разочарование В тебе? Конечно Вот я просто прям Господи Какой-то мир сексизма Сейчас был Просто в эфире Ребят Мы продолжим Через несколько минут Оставайтесь с нами Приветом Набутов У нас Как и ожидалось Грядка Сообщений По поводу Ваших высказываний Виктор Ну и слава богу Ведь в этом же Есть задача Набутов Съешь пирожок Лучше Я съел пирожок И еще одно сообщение Даша Как вы позволяете ему Высказываться В подобном духе А в каком духе Я хочу сразу ответить У нас здесь Разные мнения У нас их все Высказывают Никто никого Ни в чем Не ограничивает Ведь по вашему мнению Наши родители Быдло А Гейропа Это Светоч Тоже нормально Денис нам пишет Я честно говоря Даже просто нахожусь Несколько В шоке Потому что я не понимаю Как можно вообще Подобный Вывод делать Я могу сказать Что опыт наших родителей Не всегда применим Для нас Людей Которые растут Вообще в другом мире А сейчас Мир меняется даже не каждые 20 лет А каждые 5 Вообще в смысле Я задумываю даже каждые 3 Поэтому в какой-то степени Наверное Опыт родителей наших Не всегда для нас Просто уместен Он скорее калечит Чем Чем Особенно в авторитарных семьях Это приводит к появлению Просто несчастливых И нереализованных людей Это касается Не сексуальной ориентации Не только сексуальной Ориентации Или сексуальной жизни Это касается Всего Вообще Значит гейропа Это светоч А Чечня Это Нет Чечня это светоч Где нет геев Но это же бред собачий Бред силой кобылы Сексуальную ориентацию Нельзя воспитать Сексуальность Она вот такая у человека Вот такая Вот Она такая и есть С этим ничего поделать невозможно Вопрос только в том Что если люди Перестают бояться Начинают бояться За свою жизнь Ну условно говоря Я не про пропаганду говорю Я говорю о том Что если люди боятся жить Так как они Хотят жить То поверьте мне Это вызывает Такие девиации В психике У нас полгосударственные думы Геи Геи Я знаю лично некоторых Это люди с тяжелыми Психологическими травмами Они есть и в правительстве И эти люди потом принимают Самые изуверские законы Поскольку Скрытое Я Как пример привожу И в компаниях Такие люди есть Потому что Когда ты скрываешь Что-то Что вызывает Постоянное Психологическое напряжение У тебя То оно Выплеснется В другом Совершенном месте Да Будет сублимировано В другом направлении Несколько сообщений Еще от наших слушателей У меня вопрос К людям Которые пишут Про вред ЛГБТ Как насчет Огромного количества Самоубийств Среди детей На этой почве Это один комментарий И второй Тебе понравится Но тебе это только предстоит узнать Оказывается В наших школах Это по поводу уроков экологии И например Тема про раздельный сбор мусора Уже это есть Причем Детям это Рассказывается Аж во втором классе А во всех школах Хороший вопрос Пишите Это раз Насколько это массовая история У нас раздельный сбор мусора Это далеко не во всех регионах Присутствует О чем вы говорите Я вообще Честно говоря Государственное телевидение Б использовал Исключительно для этого А не программ Киселева, Соловьева И всех остальных Вот во что государство Должно инвестировать деньги Устроить мощнейшую Пропагандистскую Разъяснительную кампанию Например По раздельному сбору мусора Вот Олег из Тюмени Смотри хорошо пишет Вот Даже поверхностное обсуждение Обнажило пласт Проблемы вопросов Драм и противоречий Конечно Это только Покасательные Пишет Олег Поэтому просвещение Очень нужно Чтобы подростки Были счастливыми Спокойно могли обсуждать И жить полноценной В том числе и половой жизнью Просвещение Просвещение И еще раз просвещение Это просто избавляет От огромного числа проблем Социальных Одним скопом Просто браво Олег Да Я вот хотел бы спросить У наших Так вот У Дениса Например Тут несколько таких сообщений Ну вот придет к вам Ваш ребенок Скажет Пап я гей Вот ты знаешь Я гей И? Вот что он будет делать? Бить его? Батареи пристегивать? А В монастырь отправит? В психушку Еще вариант есть Принудить на операцию В психушку Как в некоторых Среднеазиатских Республиках делается Вон в Казахстане Уже история обошла Этот парень Даже был у нас По-моему На каком-то там Большом шоу Типа комедия клаба И так далее Приезжал пацан Которого Родители Сверхконсервативного Религиозного воспитания Они его прооберировали Ничего с пацаном не было Только он того Что он больше с родителями Не общается И вынужден был Покинуть страну И уехать туда Где Ну как бы Ну с этим делом Поспокойнее Вот и все Ну ты в общем Довольно страшно Конечно Вопросы задаешь Все очень Ну я видел просто Как людям ломают психику Я видел этих несчастных людей Да это большие драмы И это рождает Общество несчастных людей Плюс семь Девятьсот три Семь девятьс семь Шесть три 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 СМС портал Ватсап Вайбер Видеотрансляция Друзья Какая у меня есть А никакой О истории А 10 секунд А 10 секунд На завтра оставлю Ребята Это уже про политики Про политики Завтра Владимир Раевский В эфире Я хочу напомнить Хорошо Дмитрий Борисович Орешкин Независимый политолог Через несколько минут Появится в студии Серебряного дождя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин